Никто не уставал, и типа, чуваки такие, о, постоянно какая-то новость, постоянно какое-то обсуждение, постоянно какая-то субъективщина идёт, вот, дорогого, ну, наверное, можно сказать, друга, хотя, когда и тут, я бы хотел, знаете, выразить такую претензию к Артуру Митину, ведь ты всегда снимал детский контент, ну, как бы, если это не детский контент, то что это такое, разумеется, что, и они сами уже начинают куда-то уходить. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Раньше, в году, это, в 2019, в 2018, да и, в общем-то, где-то там в конце 2017 года, я активно обсуждал GTA-самп-ютуберов, прям вот у меня выходил ролик, и там постоянно GTA-самп-ютубер, у GTA-самп-ютубер вышел какой-то видеоролик, я на него сделал какую-то реакцию, сделал все прочие вещи. GTA-самп-ютубер сказал то, GTA-самп-ютубер сказал это, я все это обсуждаю, таким образом, я обрел некую известность в кругу этих самых GTA-самп-ютуберов, не сказать, что я этого хотел, не сказать, что я этого не хотел, но вот что-то между было, и чуваки, типа, обо мне такие, типа, узнали. О, это же ЗДС, ЗДан Семен, это же он, он же там все это делает, снимает и так далее. И потом, в 2020 году, я как-то на все это подзабил, больше ушел в новости, потому что, ну, каждый день про GTA-самп-ютуберов невозможно снимать, они каждый день что-то интересное не делают, к сожалению. Именно поэтому приходится снимать новости GTA-сампа, GTA-сампа на Android, GTA-сампа, всех прочих вещей. Это единственный контент, который можно снимать, вот прям, знаете, каждый день, чтобы вот никто не уставал, и, типа, чуваки такие, о, постоянно какая-то новость, постоянно какое-то обсуждение, постоянно какая-то субъективщина идет. Вот, это как раз-таки то, что я люблю, и, ну, это, это то, что вот мне нужно. Молодец, спасибо, я это буду смотреть, я это вот, все, все это прочее сделаю, а потом такие, типа, чел, а откуда тебя знает Делорензи, а откуда тебя знают остальные люди, типа, ты че, ты серьезный, ты че такое делал-то в самом деле? И делал я именно вот это, о чем я сказал немного ранее. Сейчас GTA-самп-ютуберы скучны, они уже все мертвы, они уже все сдохли, и ничего интересного они не делают. То есть даже людей уже на бабки им кидать лень, понимаете, до чего дошло-то в самом деле? Либо они кидают на бабки, и никто об этом вообще не знает, мне никто не пишет, Ангелу Касада, возможно, никто не пишет, никто ничего не делает, и ты просто сидишь, думаешь, ага, а че мне снимать-то? Я же так от них от всех зависел, а они че-то перестали всех кидать, они че-то перестали все это делать, как же так случилось-то? Как так произошло-то, я не понимаю. Но ладно, это не особо важно, потому что сегодня мы обсудим моего дорогого, ну, наверное, можно сказать, друга, хотя когда в прошлый раз я называл человека своим другом, он приехал ко мне в колледж, в учебное заведение, в Шарагу, можно даже так сказать, наверное, и начал, знаете ли, спрашивать за слова, говорить, мол, вот, а че ты про меня говорил, а че ты про меня не говорил, и вот много всего там еще было. Однако, мой дорогой друг, знакомый, Артур Карликвор, иллюминат, митинг-шоу, он заявил, публично заявил на одном из своих недавних стримов, я уж не знаю, когда вы будете все это смотреть, как обычно, но, тем не менее, он сказал следующее. Я заявляю, я ухожу из САМП по одной причине, мне некуда расти. Чтобы поднять аудиторию в САМП, ты должен снимать детский контент. Контент, блять, для пиздюков, которые Машу и Медведь пересматривают по 10 раз. Я не смогу снимать детский контент, потому что я другой человек, я понимаю, что в САМП мне ловить нечего. И тут я бы хотел, знаете, выразить такую претензию к Артуру Митину, ведь ты всегда снимал детский контент. Всегда ты снимал, блять, детский контент, ты всегда потворствовал мнению и интересам вот этих самых малолетних идиотов. Ну, возможно, я не прав, давайте перейдем на канал Артура Митина иллюмината Короли Ковара и посмотрим. Так, давайте посмотрим видосы с ГТА САМПа. Рабочая подстава на читы, админы испугались ГТА САМП. Девушка админ спалилась с блатом и Даймонд РП ГТА САМП. Я уже не могу, самая ужасная фракция на Даймонд РП ГТА САМП. Ну, как бы, если это не детский контент, то что это такое? Разумеется, что в привычном понимании детского контента, вот которое оно сложилось сейчас, разумеется, это не детский контент. Детский контент это уже, там, знаете, вертечь, это уже стрейф, это уже, ну, еще какие-то чуваки. И так случилось, что произошла некая смена ГТА САМПовских поколений. Вот раньше были популярны Брулев Плей, там, я не знаю, Андре Сукрая, прочие чуваки. Но нельзя отметить того, что им просто повезло, но, тем не менее, они хоть немного на всех этих волнах хайпа смогли удержаться. И сейчас, разумеется, уже, объективно говоря, просмотры катятся вниз, и они сами все это понимают, и они сами уже начинают куда-то уходить. Если Артур Митин уходит просто в другую какую-то стезю, об этом мы поговорим немного позже, то другие чуваки, они опять-таки надеются на везение и переходят в ТикТок, снимая там видосы и понимая, что, кроме как везения, наверное, больше ничем и не вытащить. Но, тем не менее, произошла смена поколений сейчас, чтобы вот набирать просмотры на ГТА САМПе, вот в всем этом проекте, на всех вот этих вот прочих вещах, нужно снимать детский контент вот с таким, знаете, как-то голосом напрягать, как-то делать его более таким миленьким, либо наоборот, более как-то, ну вот что, как-то вкладываться в голос, понимаете, в чем дело? Как-то вот работать с голосом, как, допустим, Брэн Фури делал, типа, Всем привет, друзья! Сегодня мы сделаем то, сегодня мы сделаем это, и вот это, в самом деле, детский контент. Ну и контент-митинг назвать прямо уж взрослым нельзя, то есть какой-то чел на полном серьезе будет такой смотреть 25 минут, блядь, а чё там с админами-то произошло? Чё, какие там читы, какие там аймботы, что вообще происходит? И сейчас он собирается уходить в такой, знаете, лайв-контент, я, если честно, не понимаю, что он под этим подразумевает, но, скорее всего, вот по типу его последнего видеоролика. 24 часа, говорю девушке, да, то есть, ну вот, нечто подобное. Понимаете, в чем дело? Чувакам с GTA-самп Ютуба им повезло, и они считают, что... А им не повезло, что они, в самом деле, вот как-то сами всего этого добились своим вот каким-то упорством, своими вот этими вот прочими какими-то данными, а какими-то, я не знаю, возможно, харизмой какой-то, да, то есть, они не понимают, что им тупо повезло. Все, кто сейчас есть, Брулёв тот же завод, те, кого я назвал и митинг-шоу, и все, им же тупо повезло. Либо же, они им подлизывали очко, они как-то приспосабливались, были приспособленцами, либо им повезло, либо вот всё вместе взятое было. И, типа, ну вот как у Малфоя, да, это прям вообще, это гладись всего того, что нужно делать для того, чтобы стать популярным. Там и приспособленчество, там и лизоблюдство, там и вот потакание вот этим вот детям всем, то есть, угождание постоянно какое-то, и так оно всё и получается. Многие могут сказать, что у Артура Митина этот его, знаете, лайв-контент заходит. Но вот, допустим, 24 часа, говорю девушке, да, ну, он зашёл, да, то есть, там практически уже 100 тысяч просмотров, возможно, когда вы всё это смотрите, возможно, когда я всё это монтирую, там уже 100 тысяч просмотров. Ну вот, мы возвращаемся немного назад, на 3 месяца назад, и смотрим. Коллекция одежды сам-ютубера, превью такое, всё красивое, всё такое крутое, опять-таки, лайв-контент, но оно 26 тысяч просмотров. Почему так происходит, непонятно. Ну, вернее, понятно, потому что Артуру Митину в данном случае не особо-таки повезло, и он не особо-таки, знаете, ударил в ту целевую аудиторию, которой всё это было интересно, и, возможно, именно поэтому. Сейчас абсолютно все GTA-сампьютеры, наверное, так, вот вы знаете, GTA-сампьютуб, он и вымрет. То есть, останутся чуваки-таки с детским контентом, все остальные просто начнут куда-то уходить, понимать, что нет, я тут просмотров набрать не могу, нет, я тут не могу вот чего-то прочего сделать, нет, я ничего не могу. И так оно, возможно, всё и получится. Однако, не знаю, насколько удачен будет переход Артура Митина в другой контент. У кого-то получается уйти, у кого-то не получается уйти. Вот всё, знаете ли, работает на меня. Вот Делорензи недавно выпустил видеоролик о том, что, мол, Among Us, вот это вот весь летсплей, вот это вот весь его монтаж. Всё вроде круто, всё вроде для детей, всё вроде так, как оно всё и нужно, но просмотров там, я не знаю, набралось ли там сейчас 100 тысяч или нет. И это всё, когда у тебя уже почти там, я не знаю, 700 тысяч подписчиков, ну ладно, 600 с лишним тысяч подписчиков, ты не можешь там даже 200 тысяч набрать на Among Us, на хайповой теме. Возможно, и остальные чуваки, я точно не смотрел, какие-то вот эти вот все летсплейщики не могут набрать. Однако, ну, я не знаю. Вообще, тема интересная, я бы ещё хотел её поразвивать, но мне что-то уже так лень, и я бы хотел сказать только одно. Аризона, роли Плей Феникс, айпи, а также мой никнейм Данте Коннор, а также мой промокод NoToxic54, а также ссылочка на мой телеграм-канал, вся эта информация, она находится в описании данного видеоролика, заходите туда, ознакомливайтесь с ней и будьте добры, честны и любимы мамой, возможно, с папой и остальными людьми. Всем до свидания и пока! Субтитры сделал DimaTorzok